Четверг, 20 сентября. Самое время свежие новости обсудить. Ну что, кто там всё бухтел, что Нинтендо только и может что наживаться на ностальгии своих фанатов? Не то, чтобы я собираюсь приводить аргументы против, просто хейтить вам теперь придётся ещё и Сони, которая взяла и анонсировала свой аналог NES или SNES Mini – PlayStation Classic. В уменьшенный на 45% корпус первой плойки засунули эмулятор с парой десятков ромов, снабдив коробочку выходом HDMI, виртуальной картой памяти и питанием через USB. Интересным образом изменилось назначение системных кнопок. Power включает и выключает приставку, Reset приостанавливает игру, а Open переставляет виртуальные диски. Из 20 игр, что будут на борту, названы пока только 5. Final Fantasy VII, Jumping Flash, R4 Ridge Racer Type 4, Wild Arms и Tekken 3. В комплекте идут сразу два геймпада. При этом стоимость новой старой PlayStation заставляет призадуматься. Европейский ценник – 100 евро. Запуск состоится уже 3 декабря. С удовольствием почитаю, что вы обо всём этом думаете. На улице холодает, так что Frostpunk становится всё более уместной. Не знаю, правда, думали ли об этом разработчики, когда выпускали свежее DLC. Тем не менее, знайте, в игру подвезли бесплатного контента. Апдейт The Fall of Winterhome поведает о судьбе городка, который можно было отыскать в ходе основной кампании, собственно, Winterhome. Им ранее управлял безжалостный тиран, против которого взбунтовались угнетённые жители, в результате чего пролилась кровь и многие погибли. Теперь же вам придётся очень сильно постараться, чтобы исправить ситуацию, заслужить доверие у народа и разрешить проблемы, что ранее во Frostpunk ещё не встречались. Сообщается, что завершить The Fall of Winterhome можно за 4-6 часов. И это далеко не последнее объявление о чём-то интересном для поиграть. До релиза добрался проект Элайджа Вуда и его компании Spectre Vision, что творился совместно с Ubisoft. Называется «Пугающее приключение Transparence» и поведает оно про учёного Реймонда Хейса, который экспериментирует с мозговыми данными себя и своей семьи. В итоге сознания переплелись вместе и образовали кошмарную цифровую симуляцию. Игроку предстоит переключаться между членами семьи Хейсов и восстанавливать раздробленные воспоминания. Имейте в виду, что несмотря на очевидную ориентацию на виртуальную реальность, игру можно пройти и без VR-шлемов. «Трансференс» доступна на PC, PlayStation 4 и Xbox One. На плойке ещё и демка есть, кстати. Офисные таймкиллеры из 90-х начинают поднимать голову. Пару дней назад я вам сообщил дату релиза нового Тетриса, а теперь вот расскажу про реинкарнацию сапёра. Не так давно вышедшая в релиз Тайлсуипа, по механике дословно цитирует знаменитого прародителя. Разве что помимо классических четырёхугольных полян, может предложить более изощрённые формы в режиме под названием «Аркада». А так, все основные нововведения обосновались сугубо в области оформления и атмосферы. Как можно заметить по видеоряду, разминирование игрового поля здесь происходит в антураже, отлично подходящем какому-нибудь Индиане Джонсу, прыгающему по коварным плиткам. Тема Castle пока единственная в игре, но разработчики планируют добавить ещё, в частности, что-нибудь в духе sci-fi. Вспомнить былое и показать минам, где раки зимуют, можно, перейдя по ссылке из описания. Бандай Намка обнародовала списки бонусов за предзаказ Ace Combat 7 Skies Unknown. Они фигурируют во множественном числе, потому что для каждой платформы перечень свой. Подробности можете разыскать в заметке на нашем сайте, но в целом игроков ожидают бонусные самолёты и облики, а также цифровые версии былых игр. Ну и динамическая тема для владельцев PS4 есть, само собой. Также стало известно, что в себя будет включать сезонный абонемент. Три самолёта, три дополнительных уровня и внутриигровой музыкальный плеер. Весь комплект станет вашим за 25 долларов США. Консольный релиз состоится 18 января, а вот на компьютеры асы подлетят только 1 февраля. Ну а на нашем сайте уже приземлились свежие материалы, требующие вашего пристального внимания. Я имею в виду всеохватывающий анализ Assassin's Creed Odyssey, видеообзор Shadow of the Tomb Raider и рецензию на Dragon Quest XI. Приятного времяпрепровождения и до скорых встреч на StopGame.ru